В Архангельске работает уникальное производство предприятия по изготовлению аэролодок-амфибий с корпусом из стеклопластика. Их в новой мастерской создают инженеры-конструкторы по спецзаказам. Повлияли ли экономические санкции и мировая ситуация на их работу, узнал Александр Богданович. В производственном ателье кипит работа заказчики, туристические комплексы и государственные структуры. Каждая лодка под названием «Патруль» – неповторимый экземпляр. В данном случае корпус у нас состоит из дно, отдельно палуба, отдельно кокпит, отдельно двери, отдельно торпеда. Все это склеивается, склепывается, после этого шлифуется, обрабатывается, красится. Легкие и мощные лодки с пропеллером могут перемещаться не только по воде, но и по льду, даже в межсезонье. Такие аэросани особенно необходимы для Центра гражданской защиты населения Архангельска, поскольку нередко требуется доставка грузов и людей на острова. Вот мы, допустим, для городской службы спасения хотим поставить кокпит на две двери, а вот это все у нас получается будет именно для перевозки людей, ну, в случае там больных, либо перевозки грузов еще, то есть два сидения и два ряда сидений съемных. История таких технологий началась в России с 1911 года. В 1924-м авиаконструктор Александр Архангельский со своим товарищем Туполевым занимались разработкой первых аэросаней под названием «Арбис». И задачу ставили глобальную. У них прямо была такая вот идеология, что для покорения северных просторов. Ну, мы пытаемся сейчас это немножечко, будем так сказать, продвинуть в нашем регионе, в Архангельском. Помогает современным конструкторам агентство регионального развития. Здесь оказывают целый спектр услуг для производителей Архангельской области. За последние два года они воспользовались несколькими нашими услугами. Обращались, например, за консультированием по льготному финансированию, за консультированием по подаче заявки на статус резидента ЗРФ, Арктической зоны Российской Федерации. Кроме того, они участвовали в выставке с нашей поддержкой, также участвовали в крупных мероприятиях региона, таких как форум «Мой бизнес», «Днях подрядчика». Почти все комплектующие для патрулей российского производства. Сейчас ведутся переговоры по приобретению отечественных двигателей. Экономические санкции и мировая ситуация не стали преградой для архангельского производителя. Планы, как говорят сами конструкторы, будут воплощены в жизнь. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29.